ВК-знакомство – это как судьба, только приложение, где уже больше двух миллионов пользователей и умный поиск по интересам. Совместимость с Козерогом, конечно, круто, но мэч по котикам – это любовь. ВК-знакомство! Это костюм женщины-кошки! Какой ужас! У тебя дырка? Это реально очень плохо. Сегодня будут самые страшные покупки с Wildberries. Бой! Они такие страшные, это пипец, потому что на Wildberries то, что продается к Хэллоуину, это реально страшно, очень страшно. Если бы мы знали, что это такое, не смешные шутки, мы бы не знали, что это такое. Кстати, в этом году, 3 сентября, исполнилось 30 лет. Такое вступление. Впрочем, это видео для Хэллоуина, кстати, лайк, подписка. Меня попросили сделать мистическое вступление, я сделала, как смогла. Распаковку с Wildberries! Не пугай меня так, это так страшно! Можно, пожалуйста, спойлер, сколько потрачено на этот пакет, я должна понимать? 110 тысяч 800 рублей. Чё? Реально? Да. Нет. Скоро футболка в моем бренде Безна столько стоит будет. Ах, да бренд Безна самый лучший, потрясающий бренд одежды, потому что он мой к Хэллоуину. У нас как раз появилась уникальная акция 5 футболок по цене 4-х в лимитированной линейке Хэллоуин. Так что успевайте приобрести, подписывайтесь на паблик в Телеграм. Костюм на Хэллоуин номер 1 селедка под шубой. О, я вижу что-то с костюмом русалочки Ариэль. Это же костюмом русалочки Ариэль. Класс! Вау, оранжевый-то лифак, посмотрите, какая она была профессионалка. Мне уже нравится определенно. Не, ну лифак, конечно, такой, знаете, вот воду я бы в нем не советовала. Все-таки от купальника здесь ноль, но он такой, конечно, фэнси выглядит, как серьезный купальник. Мне нравится. Дальше поехали. А это? Это хвост. Подожди, я не... А, ооо, вот это хвост, так хвост. Хвост хвостов. И у него еще даже есть какие-то кольца. Подожди, это не настоящий хвост? Это платье! Это платье с хвостом! Охренеть! Вот это, конечно, костюмчик с Вайлдера. Слушайте, мне нравится. Извините, это вот выглядит круто. Таня, охренеть! Дооценивать мои образы будет Танечка, обязательно подписывайтесь. Всем привет! Снова я на своем любимом месте буду обозревать какие-то весьма странные образы Крэлли. Я не знаю, что меня ждет, мы все не знаем. Кстати, в каком из этих одеяний Таня должна меня отфоткать? Давайте такой челлендж. Вы пишете, а я потом в этом иду и фоткусь с Таней. Вот это вообще, конечно, будет уничтожение. Ой, мне страшно. Причем Каролина сказала, что там вообще рандом. Так, я иду. Точнее, я плыву. Плывешь. О, просто что? Мы только что буквально русалочку обсуждали. Орель! Это знаешь, какой это твой любимый мультфильм из Дисней. Ни слова больше. Как вам мой роскошный юбкоплавник? Этот роскошный лифт, который без подложки невозможно. И кот, который приманился на рыбу. Он все это время смотрел, как я переодеваюсь. Что ты там делаешь? Знаешь, есть такой советский мультик, где такая рыбка с большими губами. Да, вот этот. Я представила сейчас тебя в таком образе. Ну, Татьяна, фотосессию придется сделать. Ну, что я могу сказать про этот костюм? Придется, да. Потешно. Весьма. Забавно. Роскошно. Кот, дайте, пожалуйста, нам комментарии. Мне уже этот мир абсолютно понятен. Он какой-то слишком строгий. Он не оценил этот костюм. Он хочет к ним прикоснуться. Из-за себя торчат очень много ниток сзади. А как тебе вообще разрезать это бульфака, что если было без этого, то извините, пожалуйста, так бы нельзя было выходить. А его нельзя подрегулировать. Исключено. Никак. Максимум это будет выглядеть, ну, это будет вот так. Ага. Ну, к чему не привело бы. Ну, я не знаю. Обычный лифт. Так обычный. Как будто утренник в школе, я не знаю, в детском саду. Если... Кот, к нам пришел кот. Я говорю, кот приманивается на рыбу. Он заходит, он прямо сейчас заходит. Кот, ты чего? Это не твой дом. Мне так грустно от того, что я не пускаю кота. Но это не мой кот. Я не знаю, вдруг его владельцы будут мне в восторге. Мы долго думали, почему же пришел кот так вот. Ну, что... На ухида. Я не захотела все выставить. Захотелось ухида. Иначе поедем за рыбным супчиком. Мне просто... Андердоси! Страшно, что будет дальше. Андердоси! Вы думали, это все? Нет, это не все. Наш костюм доработан. И теперь это не просто рыба, это салат. Селедка пашку. Я уже ничего не ожидала. Здесь шуба такая, знаете, не с рынком. А из какого это аниме? Адрес Геншина. Образ номер два для кошачьей вечеринки. Распаковочка чек. А ты заставала эти вещи уже? Почему они выглядят так, как будто ты их поносила уже и примерила? Что за латексное? Это вообще что? У нас одежда с Хэллоуина, правильно? Я убрала самые нормальные наряды, да. Это нормально? Это самые нормальные наряды. А то, что она пахнет... Как будто она уже побывала на определенного рода мероприятиях. Там всякие вот эти вот пати на букву К, это то, что должно быть. На букву К, я не знаю, на Д, на Б, да. Я думаю, знатоки тебе объяснят в комментариях. Это костюм леди кошки, что ли? Да. Ля! Такая, фэм, низнюка. Ля! Какой ужас! Какой ужас! Я теперь черная поручная киска! Леди ночник. Блин, на самом деле, мне страшно представить, что кто-то не иронично вот в этом вот костюме, он же будет думать, что я такая, типа, понимаете, жрец-чаровниц, все дела. Будет на мероприятиях, возможно, даже на то самое, на букву К. И чего? Ну это что за, блин, вообще капец? Неприятные ощущения будут вот, что я вам скажу. Нет, ну реально, люди же покупают одежды на Хэллоуин, где-то, наверное, на Вангусе. На Хэллоуин. На Хэллоуин, да? Ну, типа, в этом можно пойти на свои пати, всякие придуманные. Это не мои пати, попросите, пожалуйста, не мои. Ну хорошо. Я на такие пати не хожу, но знаю ряд людей, которые на них ходят. Ну, значит, ты мадаш. Да ладно, блин. Люди, вам нужно это одеяние, кто ходит на карпати и ничего, в общем, с кей-попом они не имеют, хотя иногда имеют. Габ. Это очень плохо, я вас предупреждаю. Я уже даже не надеюсь на хороший костюм. Так, я иду. Это костюм женщины-кошки. Если вдруг кто-то не понимает, в чём я... Какая срока. А вы уверены, что хотите-то вернуть? Я свой стил называю аппетитный жмурик. Какой лучший. Мяу. Вот чё кот сюда заходил, он не за рыбой заходил. Мы стараемся привлекать к себе жертв. Лиза, что это такое? У меня так много вопросов к тебе, Каролина. Я же правильно это надеюсь? Это так плохо. Она почему-то на ней лучше. Я не знаю, сколько это. Похоже на кого-то недоделанного покемона, когда вы в маску надеваете. Покемона. Нет, я чувствую себя в этом костюме как человек серьёзный, конечно. Хочется идти там, защищать людей, вот это вот всё. Потому что ты настоящий герой. А мне потекли слёзы. Я не знаю, как описать этот костюм. Вот он такой, типа, оп. У меня есть каготочки, а значит, что я царапаюсь. По-моему, такие мусорные пакеты в самокате. Похоже на это. Может быть, это костюм мусорного пакета? А ты меня обманывала и сказала, что это костюм кошечки. Но, между прочим, если это костюм кошечки, где мой хвост? Это правда вопросы. Где мой хвост? А где лапки? На внутренней стороне. Нет там никакого хвоста. Да, ещё есть кармашка. Слушай, костюм топ. Ну, вот, ну, раз карман есть, всё, костюм автоматически нам нравится. Типа, ну, объективно костюм супер. Смотри, да, ты женщина-кошка, которая летает по делам. А где Бэтмен? Три. Ладно, я Роберт Паттинсон тогда. Хорошо. Когда играете в детском саду. А я леди, леди кот мой, мистер кот из Леди Баг. Образ номер три называется «Повинуйся». Следующий наряд. Так, здесь я вижу что-то по моей специализации. Что-то чёрное с красным. А, о, да. Когда я была маленькой, я бы, конечно, хотела сказать, душу продолжать костюм. Ха-ха, очень смешно, нет. Но мне нравится, да, восторг. Это такая вот у нас получается платье-мантия для самых настоящих злюк. Ещё тут есть перезубец, но ему не очень хорошо. Лунная призма. Серьезно. Кстати, мой макияж уже подходит. Ну, а следующий образ называется «Повинуйся». А, это что-то опырское, я думаю. Это дева-лиса. А где твои рожки? На тебя, сейчас надену. Думаешь, у меня нет рабов? Они тут на каждом углу. Образ законченный. Оцениваем, пожалуйста, мой аутфит. Немножко странная ткань. Она как будто как пакет. И по фигуре немного странно сидит. А это в комплекте шоу? Да. Как роскошно. Я даю тебе этот резубец. Маша подержать. Вот такой вот у меня костюмчик. А куда нет, как он стоил? Рубля девятьсот? Полторы. Там всё свыше косарей, я не помню цену, но я вставлю её. Костюм, конечно, такой. Ну, вот корсить не хватает. А сделай вот так наверх этот воротник. Вот, заиграла. Это вроде как дьяволица, станица, образ дьяволица. Это, это, ну да, это почти что упырь. Такой потусторонний дьявольский упырь, я бы сказала. Этот образ называется. Ну, я не знаю, что сказать. Ну, у тебя дырка? На плече. Да. Реально? Там вот такое. Реально? Офигеть! Это же новый костюм. Схренали, такую дырку дали. Как это вообще? Нет. Нет, дырка прям как будто... Нет, я нервала. Я... Ты чего? Я ничего нервала нахрен нарывать вообще? Это надо. Ну, может, случайно. Нет, я бы сказала об этом, что, блин, я это... Ну, это вообще как? И причём, он что-то понимал, он был незашумно ровен, поэтому это долго не выходило, поэтому, типа, я уже нервала. То есть, я не влезала туда с насилием, с тяжестью. Тяжело жить. Вот дырка, ну, просто... Что это такое? Вот ты идёшь такая, думаешь... Я на все равнице дьяволица вообще. Вот такая, типа, думаешь, ну, вообще доминируем, унижаем властвую, а потом у тебя повахнут под мухи и дыра. У тебя ещё немножко перья отвалибаются, вот здесь дырочка тоже. Эль, диван, ты за что? Образ номер 4, медсестра. Следующий костюмчик. Ну, выглядит как-то он крайне подозрительно в такой, знаете, вот чёрной штуке после первого костюма кота на букву К. Я даже не знаю, что же за это. Да, ну, конечно, медсестра. Карлина, ты точно на Хэллоуин костюмы? Да. Такой даже магазин вот такого интимного характера. Шо было? Ладно, распаковываем, господи, бедная Таня, мне уже её жаль. Её нервная система после головы раз со мной, мне кажется, это даст сбой в один момент. А, так это на Вакуум и на Пауэр. Ладно, ну, слушайте, подождите. Вот вы знаете, почему популярна такая вот, ну, раньше была у нас Икея? Это потому, что ты сам собираешь оттуда себе всякие одежды. Ой, одежды, господи, эти мебели. А почему Лед популярна? Потому что ты сам себе собираешь цацку. А почему суп Хо Го так популярна? Ты же сам себе суп варишь, ну, и как сангипсаль, да, корейский, где ты сам себе мясо жаришь. Ты под этот костюм, я думаю, он тоже так сделан, что ты сам себе его собрать должен, поэтому ты должен его полюбить. Это вот, эээ, маркетинг такой. Ой, там про трусы ничего не было сказано. А это трусы, подожди, я не понимаю. Это явно не медицинская маска? Это не медицинская маска, я не буду это себе на лицо надевать, я уже надела. Ты с этой трусы? Нет, я просто... Я же не лечу. Я не помню, нравится мне. Тебе не кажется, что они какие-то большие, как будто, и еще они не держатся? Не знаю, надо померить. Температуру. Не, ну, я думала, я думала, будет хуже. Не, ну, костюмчик такой, хороший, хороший. Угу. Ну, вообще, да, профессиональный. Ну, на Хэллоуин только в таком костюмчике идти, чтобы людям сразу плохо стало. А ты такой, оп, ты, сами прикрыл лицо. Субтитры сделал DimaTorzok и они вот так вот натянули ей этот свитер. Здесь обрезали, а потом еще посыпали конфетти. Маленький передали. А вот буду вас лечить, буквально, каким образом? У тебя есть свитер с горлом? У меня нет свитера с горлом. Придется в следующий раз делать такой контент, косплей на Первый канал. Звучит как идеальный контент. Если вы хотите это видео, один лайк, и все. В общем, пишите об этом Тане на канал. Ну, по качеству, конечно, да, это все-таки не бренд бездна, но что поделать? Блин, по ощущению, словно это стоит 100 рублей. Ну, вот даже не тысячи, это реально очень плохо. А вот этот костюм, по-моему, 700 стоил. А, ну ладно, ну 700 рублей, окей. Ну, тут же такая вот, смотри, ободочек такой. У нас все были тресы. Ария. Да, с доступом. Что, вот такой вот короткий костюмчик. Это же не первый костюм медсестры. Вот оценивайте. И не забудьте, конечно, написать, какой костюм вам понравился больше всего в этом видео. А я пошла переделаться дальше. Хэллоуин это праздник, когда можно легально выглядеть вот так. И такая типа, да, это мой образ к Хэллоуину. Нет, я не работаю сегодня. Образ номер пять спойлеров не будет, попробуйте угадать. Там внизу был какой-то последний костюм. Угадайте, чей это? Тори Фокс? Нет. А что это? Это Мономах? Цивилы делают косплей на... Цивилы делают косплей на персонажа? Это даже не персонаж, это просто образ. Такой, знаешь, что есть ведьма, есть там, не знаю, кто-то там. Это Кармелита? Это я не знаю. Это, ну, не знаю. Это граф, барон? Нет. А кто? Еще вариант. Что-то связано с русалками, рядом стоит. Ведьма? Нет. Где русалки обитают? В воде. Черт по воде плавает. А, это космпирата? Да. О, нифига. Я не очень быстрая. Шапка-то какая. Посмотрите, какая шапка. Мама моя. Ой, этой шапке вообще нехорошо, я поняла. Ладно, допустим. Что за царские такие вообще у нас? Слушай, а почему здесь пират? Такая вот, это Байдол. О, какое качество, смотри. Оно вообще все уничтожено. Ему совсем плохо, оно реально утонуло, его реабилитировали. Это реально очень плохо. Кто-то достался одна. Слушайте, ну, как бы задумка-то, правда, прикольная. Оно может и сидеть будет прикольной, но качество пугающее. А это что, трусы тоже? А, это на руках. Ну, руководники, кстати, нормальные. Во, не как Гетро из прошлого видео. Вот Гетро в прошлом видео, это прям вообще лютый, гига-трэш. А это нормально. Йо-хо-хо, и бутылка рома. Мы выяснили, что последний образ это пиратка. Вот она. Вау! Ну, выглядит это... Первый от семи морей. Это я. Да. Слушай, а выглядит красиво. Немного по-вампирски, если убрать шляпу. Отцени, пожалуйста, качество. Интересно твоё мнение. Это фетр? Ну, я думаю, что это как будто в школе какая-то... Поделка. Поделка, да. Школьный контент там. Так торчут волоски. Мяу. Я пират. Красный продам. Красный жакет, красное платье. Я не знаю. Красный бархат, конечно. Треть сентября. Календарь, Шептинский. Это всё тоже про меня. Не знаю, что сказать. Мне нечего сказать, кроме слов. Ну, по качеству, конечно, совсем некачественно. По красоте, ну, наверное... Так же нитка, которая просто торчит из-за... Да, она тут везде. Вот эта штука, которая ничего не держит. Я не понимаю, почему это вообще продаётся, если честно. А это детские костюмы? Нет. А для кого они? Реально, да? Если бить Валберитс, поиск Хэллоуин. Там всё такое, да, концептуальное? Ну, просто... Ну, типа, да. Куда? Для кого это одежда? Для аниматоров? Да, скорее всего. Да. Это очень бюджетные аниматоры. Вот сзади прям совсем плохо выглядит спина особенно. Типа резинка, которая ничего не держит. Она ничего не держит. А, да, реально. Ну, у меня, вот. Она должна быть где-то здесь. Но если это утянуть, вообще будет хорошо. Лучше стало хотя бы немного. Ну так, да, неплохо. На самом деле... Мы все таки ржали, что у нас просто мертвого болит. Меня у нее женщина-кошка. На камерах, на самом деле, выглядит гораздо лучше, чем... Чем в жизни? Да. В жизни прям... А мне нечего сказать, кроме слов. Вот такие были костюмы с Вайлберрис. И нет, Каролина не искала самые ядовенные. Она просто хотела найти хоть что-то, но нашла вот это. А теперь вопрос для вас. В каком костюме вы бы пошли на Хэллоуин? В каком-то костюме на Хэллоуин пошла. Ну хорошо, у меня уже была вампирская вечеринка. Шрек тоже уже был. А что если прийти в костюме волка? Не знаю, Джейкоба. Ооо, ну да, волчар такой. Напишите в комментариях ваш ответ. И на этом. Всем пока. Подписывайтесь на Таню. И это макияж от косметики Барби Сникс. Ну как бы, извините, пожалуйста. Это реально брачные колготки. Я вообще в шоке. Ооо, нифига там места много.